Продолжение следует... Продолжение следует... И снова стук. Какая-то возня за окнами. Милиционер решает проверить. Как только дежурный распахнул дверь, удар, еще один, теряя сознание, Василий Кузихин успевает вытащить из хобуры пистолет. Так начиналась эта детективная история. Впереди будут жестокие убийства, погони, перестрелки и невероятный финал. Впрочем, пусть об этом расскажут мои герои. Настоящие легенды советского сыска. Александр Халявка. Считает, что кабинетная работа не для сыщиков. Александр Заря. Еще в первом классе заявил учителю. Работать собираюсь только в уголовном розыске. Анатолий Ласько. Не раз рисковал жизнью под бандитскими пулями. Восемьдесят восьмой год. Ленинградская область. Село Паша. Преступники оглушили дежурного обухом топора, но тот устоял. Они отобрали у раненого табельное оружие и добили его выстрелом в голову. Убийство милиционера для того времени – событие чрезвычайное. В село срочно выезжают большие начальники – руководить. И опытные сыщики – усиленно работать. Но потоптавшись, генералы уезжают. Профессионалы берутся за дело. Подполковнику Александру Халявко поручают возглавить оперативную группу. Достойко это дикий случай был убить милиционера, что, безусловно, никто… Не было прямых свидетельств и преступлений. Вообще не было. А это снимки из уголовного дела. Табельное оружие. Из оружейной комнаты были похищены 6 пистолетов Макарова и 300 патронов. Та ночь, вспоминает вдова погибшего, была последней сменой Василия перед отпуском. Он собирался вместе с семьей отправиться на юг. Но утром домой не пришел. Обеспокоенная Ольга приехала к отделению. А там толпа людей, машины, скорая. Все отводили глаза. Меня никто не остановил. Вхожу на крыльцо, как в дежурку, вот в это. Дверь открыта и до сутона. Столько планов они строили вместе. Ведь недавно родился сыночек. Между тем, известие о гибели сотрудника и похищении шести стволов доходит до Москвы. В те времена это было ЧП. То есть российского значения. Москва там на УСР было поднятым. Зачем бандитам столько оружия? Сыщики сразу заподозрили. Нападение на дежурную часть – лишь отправная точка. И преступники готовят что-то иное? Ограбление банка, ювелирного магазина? В те времена еще сложно поверить в любой из этих сценариев. Шел 88-й год. В Нагорном Карабахе разгорается межнациональный конфликт. Советские граждане с удивлением наблюдают, как рушится многовековая дружба народа. Но вскоре эти распри отходят на второй план. В Армении сильнейшая землетрясение. Погибает 25 тысяч человек. В США только-только зародившийся интернет парализует сетевой червь. Этот день позже назовут днем рождения первого компьютерного вируса. Но граждане СССР заболевают иным вирусом. На телеэкраны выходит первый мыльный сериал «Рабыня и заура». Жизнь кажется еще вполне спокойной и благополучной. Кто пытается запутать дело? Он не поставил ярко, скажем, что совершил. И пустить по ложному следу. Вызов принят. Ночной бой у кассы. Мы вообще не будем сетку сюда пойдем. Новые жертвы. И поможет ли сыщикам очередной Кашпировский? Кашпировский. Честь мундиров. Запутанное дело из жизни уголовного розыска. Осматривая место трагедии, сыщики сразу обращают внимание. В руках у погибшего крепко зажата респираторная маска. Странно. Если не предположить, что сержант Кузихин сорвал ее с лица одного из нападавших. Если человек готовится к преступлению, он, конечно, мог бы одеть какую-нибудь хорошую маску вместо респиратора. В селе Паша такие средства индивидуальной защиты были у каждого. Их десятками тысяч выпускал местный целлюлозно-бумажный комбинат. Вроде бы на вид новенький респиратор. Но с какими-то царапинами, вмятинами, рассматривал улику Александр Зыря. Бракованный экземпляр. И куда только смотрит госприем. В конце 80-х в стране начинает работать служба, которую назовут страшным сном производственника. Она следила за качеством продукции, чтобы вывести отечественные товары на мировой рынок. Попытка отправить партию без госприемки могла закончиться для директора явкой в прокуратуру. Однако поднять качество советских товаров не удавалось. И профессия мастер по-прежнему считалась престижной. Мастер по телевизорам, по холодильникам и, конечно же, сантехник. Это был царь и бог всех мастеров. Еще бы! Однажды наш подъезд просидел без воды два дня. Так жильцы сантехников встречали хлебом с солью. Вот были времена. 88-й год. Ленинградская область, село Паша. Итак, респиратор. Прокованный явно не из магазина. А откуда? Может, один из бандитов сотрудник комбината? Мы где-то сузили круг как раз к этим людям, которые, в общем-то, да, имели отношение к этому респиратору. Почти с каждым работником аккуратно проводят беседу. Но все тщетно. Ни единой зацепки. Хорошо. А если зайти от орудия убийства, как говорится, от топора? Вспоминает местная жительница. Допрашивали. Топоры провели там. Это... Ну, все орудия труда такие. Нет. Не то, не то. И тут срабатывает женская интуиция. Убитая горем вдова уверена – это свои. Я сразу поняла, что это кто-то из своих. Не то, что из своих, но кто имел доступ к дежурной части. Хотя бы раньше или как-то. Свои? Версия звучит чудовищно. И пройдет еще мало времени, прежде чем она обрастет фактами. Кладожское озеро – живописное место в нашей стране. Скалистые берега, прозрачная водная гладь. Во времена Великой Отечества по нему проходила знаменитая дорога жизни в блокадный Ленинград. Здесь же произойдет новый поворот в моей истории. Смотритель маяка замечает яркую вспышку в лесу. Неподалеку от дороги. Секундная. Словно от петарды. Петарды? Или от выстрела? Сыщики рады любой информации. Любой зацепке. На место поезжают даже кинологи. Без собаки в лесу следов не найти. Невероятно. Но овчарка тут же берет какой-то след. Еще несколько десятков метров и сыщики находят труп неизвестного. Смотритель маяка не ошибся. Здесь, в километре от трассы, действительно стреляли. Когда обнаружили труп, у него были пулевые ранения. Мы сразу подумали, что не наши это пистолеты стреляют. Прежде чем появляются результаты баллистической экспертизы, майору Ласько на стол попадает разыскное дело. Мой сын, Алексей Некрасов, вышел из дома неделю назад и до настоящего момента не вернулся. Собирался к другу, Геннадию Петухову, чтобы поговорить о возможной работе. Всего месяц назад Алексей вернулся из армии. Отслужил с честью. И вот теперь искал работу. Собирался в автомастерскую. За два года армейской жизни научился ювелирно чинить машины. Забота о машине – это и забота о человеке. Умелые руки мастеров быстро устранят неисправность. Мастера вернут здоровье любому автомобилю. Основное, что требуется от гостя – внимательность на дороге. Все прочие заботы берет на себя автосервис. Морги на опознании несчастная мать падает в обморок. Это он! Это он, мой Алешенька! Но за что могли застрелить парня? Баллистики не стали затягивать с результатами. Парня застрелили из пистолета Макарова, похищенного из Пашского отделения. Так и есть. Банда открыла охоту. В автомастерскую Геннадию Петухову направляют оперативную группу. Однако автослесаря совсем не смущает интерес к его персоне. Он охотно идет на контакт. Еще бы! У Петухова железное алиби. В момент убийства Некрасова в лесу мастер был на работе. Подполковник халявка решает. Искать зацепки нужно в первом эпизоде. Шесть украденных пистолетов не шутка. Оружие для целой банды. Оружие рождает власть. Власть, на мой взгляд, над конкурентами. Для чего и конкретно мы тогда еще не могли выяснить. Ясно было одно. Вначале дерзкий налет на отделение милиции и похищение шести пистолетов. А потом гибель Алексея Некрасова. Все это звенья одной цепи. Сыщики предположили, а может парень стал свидетелем нападения на милицию и его решили устранить? Но тогда, как говорил киногерой Глеб Жиглов, в любом деле всегда сыщется свидетель, который что-то видел, что-то знает. Некая бабулька вспомнила, а мой сосед как-то повздорил на улице и кричал обидчику «Пристрелю!» «Пристрелю?» В советские времена учет оружие под строжайшим контролем государства. Внимание посильнее, чем к незаконным махинациям с валютой или золотом. Оперативники решают доставить соседа бдительной бабули в отдел. И здесь происходит непонятное. Он написал явку с повинностью, что он совершил. Пистолет якобы утопил. А где же еще пять стволов? Но Петр Краско молчит. А потом срывается на истеричный плач. Чуть ли не с пеной у рта. Становится понятно. Шизофрения в стадии обострения. Да еще и эпилепсия в придачу. Краско отправляют в психбольницу. Увы, сыщики знали немало случаев, когда от рук душевнобольных погибали невинные люди. И никогда ни один врач, просмотревший такого больного, не понес ответственности. А в нашей истории совсем скоро появится главный отрицательный герой. 88-й год. Ленинградская область. Город Волхов. Смеркалось, но влюбленные не собирались прощаться. Они шли, держась за руку по пустынной улице. Внимание молодых людей привлек слабый свет из окна сберкассы. Тишину тут же прервал резкий, дребезжащий звук. Сработала сигнализация. Ограбление. Не иначе. Чтобы не быть замеченными, парочка бросилась в темные проуки. А через несколько секунд по дороге промчался автомобиль. В ночь с 5 на 6 августа на сберегательную кассу, расположенную по адресу Кировский проспект, дом 67, было совершено разбойное нападение. Ранен охранник. Похищено 15 тысяч рублей. Ночное происшествие тогда никто не связал с двумя предыдущими преступлениями. Но именно здесь появляется красный автомобиль. Позже он будет присутствовать в каждом эпизоде моей истории. Тогда свидетели припомнили интересную деталь. Резиновая игрушка на фаркопе – это такое устройство для прицепа. В конце 80-х – своеобразный элемент тюнинга. Кто во что гораст. Вешают и зайцев, и гномов. Смотрится зловеще, если учесть, что со временем эти предметы покрываются слоем масла и гари. Один мой знакомый украсил фаркоп машины специально изготовленной из пластика фигуркой своей тещи. Со словами «У нее такая хватка, любой прицеп удержит». Но в нашем случае свидетели в один голос твердили. На фаркопе подозрительной машины красовалась оторванная голова. От куклы. 15 тысяч. Деньги огромные. Но разве это предел? Шесть пистолетов и 300 патронов. Да с таким арсеналом можно идти на штурм любого госбанка. Стражи порядка рекомендуют усилить охрану во всех банковских отделениях, ювелирных магазинах. Особое внимание инкассаторам. Преступники вооружены. Им грозит смертная казнь. И поэтому крови они уже не убоятся. У стен тоже есть уши. Кто помогал бандитам? И при чем тут магия? Покойник сначала приподнял лобки, а затем начал сгибать спину. Пришла и дверь, ищите. Их с арсенцем привезли. Честь мундит. Лучшие сыщики угрозыска против советских гаммстов. На пульт дежурного поступает сообщение. Сработала сигнализация в административном здании железнодорожного депо города Волхово. Подъехав на место, лейтенант Игорь Десятниченко примечает. На втором этаже, там, где расположена касса, распахнуто окно. Вдруг из окна раздаются выстрелы. Неизвестные идут в обанку. И решают ликвидировать лейтенанта. Завязывается перестрел. В ответ я произвел два выстрела на поражение. После чего неизвестные скрылись на красном автомобиле марки «Жигули». Бандиты стреляли из милицейских ПМов. Пришли к выводу эксперты. Тех самых, что были похищены из Пашского отделения. Но не только гильзы нашли на месте ночного боя. Преступник ранен. Потому что там кровь на месте происшествия обнаружена. В больнице были взяты под усиленный контроль. Бандит истекает кровью и в любой момент может обратиться за медицинской помощью. Но удивительное дело. Пациента с огнестрельным ранением обнаружить не удается. У бандитов есть свой врач? Лихо. Не дать не взять гангстера из Чикаго. И снова красные «Жигули». Семерка. Таких машин в Ленинградской области сотни. Знать бы госномер. Сыщики принимают неожиданное решение. И продиктовано оно было исключительно приметами времени. Оживление трупа в морге. Все, кто оказались в этот час у телевизора, с замиранием сердца следили за тем, как покойник сначала приподнял локти, а затем начал сгибать спину, подчиняясь пасам колдуна Юрия Лонга. После таких кадров Юрия Лонга советские люди уже не сомневались. Вот она, черная и белая магия в одном флаконе. А еще в 89-м – триумф Анатолия Кашпировского. За ним появляются и другие целители – ясновидцы, чародеи и всевозможные маги. У голубых экранов теперь не просто сидят, а заряжаются, параллельно заряжая, или правильнее будет сказать, облучая банки с обычной водопроводной водой. Фраза «даю установку» превращается в короткий и емкий анекдот. Однако в недрах МВД, в специальном научном институте, начинают изучать феномен экстрасенсов и пытаются отделить дар от шарлатанства. В нашей истории сыщики в мистику не верили. Но, как говорится, чем черт не шутит? Пришла идея, в общем-то, экстрасенсы привлечь. Может, наверное, сказать точно номер машины, чтобы нам не делать такой валоработы. Перед экстрасенсом развернули карту. Попросили назвать номер автомобиля и место, где он находится. Специалист-эзотерик несколько раз входил в транс, зажигал свечи, но ничего ценного для следствия не сказал. Разочарованию не было предела. Вот так магия. На очередном совещании в оперативном штабе решают. Нужна приманка. Человек с деньгами, который в буквальном смысле вызовет огонь на себя. Эту роль поручают сыграть одному из оперативников. Милиционеры одевают в лучший костюм. Дают модный дипломат. По легенде, он моряк, только что прибывший из заграничного рейса. Весь день тот царит деньгами в ресторане, заходит в комиссионные магазины, интересуется, где можно купить хорошую видеоаппаратуру. И как бы не взначай, сообщает всем подряд. Если что, найдете меня в гостинице Приморская, комната 345. Но преступники на приманку не клюнили. Не заметили богача? Или их предупредили? А почему бы и нет? Ведь до этого момента бандитам удавалось орудовать буквально перед носом у милиционеров. Так, словно они знали о ходе расследования. Все-таки какая-то информация просачивается. Как работает группа, где работает группа, по каким направлениям работает. Оперативники выдвигают куда более смелую версию. По ту сторону закона – их коллега. Хотя, сказать, она была невероятной версией, что сотрудник милиции напал на свой уже отдел милиции, убил своего товарища. Это было как бы невероятное. Сегодня выражение «оборотень в погонах» набило оскомину на языке. В годы СССР таких людей называли попроще – предателями. Лишь немного запятнал честь мундира вон из органов с волчьим билетом и клеймом позора на всю жизнь. А если что-то серьезнее, то под суд и за решетку. О начале внутренней проверки знали только несколько человек. Александр Халявка, Александр Заря и Айварс Обшинник. Действовать приходилось осторожно. У стен тоже были уши. Приходилось деликатно, потому что кто-то был действующий сотрудник. Приходилось соблюдать конспирацию, естественно. В черный список попали несколько человек. Но прежде чем за ними установили наблюдение, пришло известие о новом преступлении. На этот раз из Ленинграда. В дежурную часть Кировоградского РУВД вошла женщина в яркой цветастой юбке. Пропали дети, мои сыновья. Несколько раз повторила цыганка. Оседло жили под Новгородом, значит, и пропали при приобретении автомашины. 21-летний Руслан и его младший брат Владимир приехали в Ленинград купить подержанные «Жигули». В 89-м году купить в Ленинграде машину можно либо по блату, либо у спекулянтов. Негласная цена на «Волгу» доходит уже до 50 тысяч, на «Жигули» – до 30. Советский рубль понемногу обесценивается. В неприметном районе Купчино, на улице Салова, кипел автомобильный рынок. Здесь крутились мошенники, кидалы и большие деньги. Продавцы обратили особое внимание на двух незнакомцев. Они пытались продать красные «Жигули» с глубокой царапиной на боку. Подозрение вызывала цена. Слишком дешево для такой машины. Но братьев-цыган, вероятно, ничего не насторожили. Они сели в машину к спекулянтам и все четверо скрылись. Ясно было, что они увезены. Но куда, в каком направлении не имели представления. В том, что молодых людей убили, уже никто не сомневался. Даже их мать. Она мне сказала, что вот, Сергей, мне сон приснился. Пришел мой сын во сне и сказал, что убил меня. Молодой человек со светлыми волосами. Что это? Выдумка или феномен ясновидения? Эту тайну сыщики раскроют совсем скоро. А цыганский табор жаждет мести. Родственники пропавших без вести сами ищут свидетелей. Они же ведь организовали дежурство на рынках. Тогда еще авторынков. Ну, как были авторынки, но не в таком количестве, где сейчас во многих продают места. А тем временем фотороботы преступников отсылают во все отделы. Уже точно известно, бандиты передвигаются на красной семерке с царапиной на крыле. С одного из постов ГАИ сообщают, незадолго до поступления ориентировки данная машина была замечена на трассе в сторону города Волхов. В салоне находились 4 человека. У дверей кабинета к участковому Жданову обратился пенсионер. Несколько дней назад мой сосед купил какой-то аппарат и теперь не дает мне спать. Каждую ночь стрельба, крики, взрывы. Прошу принять меня. Участковый идет с проверкой. Сосед, на которого пожаловался пенсионер, оказался дома. Он сразу пригласил милиционера в комнату и с гордостью показал. Да, вот источник шума. Видеомагнитофон. Сегодня смешно звучит. Обменяю видеомагнитофон на машину или квартиру. А ведь в конце 80-х такой бартер был равносильным. За японские виды действительно давали автомобиль или кооперативную однушку. Однако мало было достать видеомаг. Нужно было позаботиться и о кассетах. А между тем цена подпольного фильма с неподражаемым переводом Володарского доходила до 300 рублей. Две месячных зарплаты рядового инженера. Кстати, о Володарском. Поговаривали его, специфический голос имеет объяснение. Якобы боясь быть узнанным КГБ, он во время работы надевает на нас бельевую прищепку. Но сегодня можно с уверенностью утверждать. Это выдумки. Участковый обратил внимание. На подоконнике форменная фуражка. Коллега? Но Жданов хорошо знал всех сотрудников волховской милиции. А этого видел впервые. На улице лейтенанта ждала еще одна находка. Красный автомобиль. Царапина на крыле. Нелепая игрушка на фаркопе. Неужели перед ним та самая семерка, которую ищет весь Ленинград? Местные указали на квартиру, в которой проживал хозяин автомобиля. Это же тот самый шумный сосед. Некто Владимир Матвеев. За машиной устанавливают слежу. Но уже на следующий день хозяин авто сам едет в милицию. Но не сдаваться. Он пришел туда к своему отцу. По своим днам. Отец Владимира Матвеева заместитель начальника УВД города Волхов. Авторитетный, серьезный человек. Для того, чтобы надеть нарущики на его сына, нужны стопроцентные доказательства. Итак, под подозрением в убийствах и налетах сын милицейского начальника. Вот это да! Но как к нему подступиться? Подключили агентуру и выяснили прелюбопытные обстоятельства. За четыре года до трагедии. Провожая любимого в армию, Ирина понимала, лучше никаких обещаний не давать. За два года может произойти всякое. Но девушка и подумать не могла, какой трагический финал будет у их романа. Вернувшись на гражданку, Алексей Некрасов узнал, что его Ира вышла замуж. Но решил не устраивать сцены. Однако вскоре девушка сама нашла Алексея и призналась, что до сих пор его любит, а мужа хочет бросить. А теперь внимание! Сыщики выяснили, героиня этой любовной истории Ирина жена того самого подозреваемого Владимира Матвеева, сына большого милицейского начальника. Мотив очевиден. Ревность. Отвергнутый муж решил расправиться с соперником. Подкараулял Некрасова и застрелил. Решением областной прокуратуры Матвеева берут под стражу. Ищите женщину! Чего так испугался задержанный? И почему сдал подельников? Тайна исчезновения раскрыта. И после этого застрелили их. А также кому мстил главарь? Честь мундира. Лучшие сыщики угрозыска против советских гаммств. Признавать себя виновным в убийствах Матвеев отказывался. Тем более не собирался брать на себя серию нападений. И тогда сыщики пригрозили. Молчишь? А не отдать ли нам тебя цыгану? Может, жив и останешься, но в инвалида точно превратишься. Матвеев побледнел. И то, как цыганам не отдавайте, цыганам не отдавайте. Ну, рассказывай. Все расскажу, покажу. Матвеев отвел себе роль простого таксиста. Якобы только подвозил приятелей на очередное дело. А вот все криминальные идеи принадлежали Александру Агафону, бывшему оперативнику Пашского отделения милиции. Именно он совершил убийство сержанта Кузихина. Похитил оружие, а на следующий день лил крокодиловы слезы и клялся найти убийцу. Работал в милиции, принимал активное участие в раскрытии данного преступления. Входил в оперативную группу. Невероятный цинизм. Сыщики опасались. Агафонов бросится в бега. Он ли не знал, ему грозит смертная казнь. Но Агафонов был излишне уверен в себе. Агафонов дверь сразу открыл. Единственное, зашлияли. Ну, что с Аня, доигрался, собирайся. Она говорит, Саша, куда мне жаловаться? Он ей ответил, Верховный Совет. С коллегами из Паши у него были личные счеты. Особенно раздражал начальник. Сбрасывал на него всякую мелочь. Кражу кур, пропавшие мопеды. За несколько месяцев работы лейтенант не довел до конца ни одно задание. Без денег просто был. В основном своими делами занимался. Вот и по работе не блистал. И просто сказали, Санек, давай, ищи себе работу. А вот криминальный талант в нем проснулся сразу. Он все рассчитал. Будет оружие, посыплются и заветные купюры. Решил, что план осуществит как раз в смену Кузихина. Этот не станет стрелять, заверил он подельников. Кузихин оказался не из слабых людей. Действительно, очень честный, порядочный милиционер, который вступил в схватку. А ведь Агафонов был прав. Сержант не стал бы стрелять в друга. Василий Кузихин единственный, кто поддерживал горе оперативника и защищал его перед коллегами. Ольга не раз вспоминала, с какой заботой ее муж относился к своему будущему убийце. Он приходил к нам, он работал у нас, приходил. И сидели за одним столом, кушал у нас все. Заполучив арсенал, Агафонов потирал руки. По роду службы он знал, как охраняются объекты, когда в кассы завозят деньги. Ему оставалось найти единомышленника. С Матвеевым он уже был знаком. Тот свел его еще с двумя приятелями. Агафонов не собирался марать руки. Палачом банду он назначил Сергея Мохова. Бывший уголовник без колебаний привел в исполнение смертный приговор Некрасову. Потом также хладнокровно застрелил цыган. Их найдут только через несколько месяцев. Когда ведь они их закопали в лес, завезли этих цыган, то вспомнили, что у одного золотые зубы. Они разрыли это, и вот эти коронки забрали. Похищенные пистолеты Макарова тоже найдут закопанными в лесу. Их Агафонов поместил в пятилитровые банки. Взял лишь один. Для чего ему нужны были оставшиеся пять, он так и не ответил. Ни на предварительном следствии, ни в суде, не сказал ни единого слова. Вот на протяжении всего судебного следствия он молча просидел. Матвееву дали 15 лет. Еще одному фигуранту Геннадию Тищенко 11. Агафонова и Мохова приговорили к расстрелу. И все же предателю и его штатному палачу удалось избежать вышки. Смертную казнь Мохову заменили на пожизненное. Агафонову на вполне конкретный срок. 25 лет. Уже в следующем году он надеется выйти на свободу. 2014 год. Ленинградская область. Село Паша. С конца 80-х здесь многое изменилось. Но обстановка, расположение комнат... Майору Ласько до сих пор все напоминает о том убийстве. Эта часть, вот, когда его били, он здесь выпил есть. Вот здесь был след от топора. Он до сих пор выпил, этот остался. Говорят, что у истории нет сослагательного наклонения. Однако, если бы не пресловутая нехватка кадров, события могли бы пойти по другому сценарию. В дежурной части должны были находиться еще как минимум двое. Оставшись один, Кузихин был обречен. Он четко следовал инструкции, сделал предупредительный выстрел. Следующая пуля была выпущена уже в него. Надо было стрелять сразу на поражение, наверное. Ну, пусть бы лучше отсидел потом, но уже воль был. После смерти Василия его вдове выделили двухкомнатную квартиру. Но самым дорогим для нее стал Орден Красной Звезды. Его вручили милиционеру посмертно. Сын Сергей, которому тогда был всего месяц, теперь с гордостью говорит, мой отец был настоящим героем. И отстоял честь мундира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok